Здравствуйте! В эфире Тобольская панорама и обзор самых интересных событий из духовной столицы Сибири за прошедшую неделю. Обсуждать и анализировать сегодня с вами буду я, Анастасия Терехова. Далее, коротко о самом главном. Как в 45-м Тобольск встретил ретро-поезд «Эшелон Победы». Возрождение к празднику в поселке Наци возобновилась работа мечети. Строят и ремонтируют. Какие обновления ждут дороги Тобольска? Как только в Тобольске установилось тепло, на дорогах города закипела работа. Еще только середина мая ряд магистралей уже радует новым асфальтом. Какие улицы дождутся долгожданного обновления и где появятся новые тротуары? Об этом мы поговорим сегодня с Юрием Вавакиным, заместителем главы города Тобольска. А пока топ-5 событий этой недели. В Тобольск прибыл «Эшелон Победы». Раритетный паровоз кинул за собой в вагон теплушку, где перевозили солдат. Аптеку-операционную, офицерский вагон, платформы с военной техникой. Состав на вокзале встретили так, как в мае 45-го года встречали поезда с фронта, концертом и цветами. Пока состав стоял на перроне, всежелающие могли осмотреть вагоны музея и военную технику. Прибытие ретро-поезда вызвало большой ажиотаж. Казалось, что на перроне побывало полгорода. В Тобольске продолжается строительство сетей в рамках региональной программы газификации. За два предыдущих года газом обзавелись более 20 улиц и перекрестков по отгорной и нагорной частей города. Общая протяженность сетей достигла почти 20 километров. Созданы условия для газификации более 400 домовладений. Ольготники, у которых голубое топливо появилось после 1 января 2018 года, могут частично возместить расходы на оплату газификации. В прошлом году субсидиями воспользовались 22 табуляка. За счет финансовой помощи компенсируются 6 видов работ. От строительно-монтажных до приобретения необходимого газового оборудования. В этом году Тобольск вновь будет утопать в цветах. Более 200 уличных композиций украсят город. Закаленную для нашего климата Питуни уже второй год поставляет подрядчик из Тюмени. Хорошим подарком ко дню города станут новые топиарии, музыканты, бабочка на яблоке, павлин. В прошлом году зеленые фигуры стали главным местом для фотосессий. Этим летом появится и больше подвесных кашпо с цветами. Причем не только на центральных улицах. В поселке Наци после десятилетнего перерыва возобновились намазы в местной мечети. Открытие приурочили к празднику Ураза-Байрам. Здание, возведенное работниками местного леспромхоза четверть века назад, ветшало на глазах. Люди собирали пожертвования то на крышу, то на отделку. После окончания поста в священный месяц Рамадан, когда пить и есть можно было только после захода солнца, женщины устроили пир на весь мир. Пока в мечети нет своего мувы, глава нацинской администрации читает священные книги для верующих. Вакцинация от коронавируса в Тобольске в самом разгаре. В конце прошлой недели в город поступило 2700 доз вакцины с пупиквий. В Тобольске вакцинацию от коронавируса прошли уже более 12,5 тысяч человек. Двумя компонентами привыто свыше 7100 жителей. Записаться на прививку от коронавируса просто с помощью портала госуслуг или по телефону горячей линии. Еще один способ – позвонить в полцентр поликлиники. И теперь главной теме выпуска. Наш гость сегодня Юрий Вавакин, заместитель главы города Тобольска. Здравствуйте, Юрий Сергеевич. Здравствуйте. Строительный сезон в самом разгаре, работы на дорогах уже активно ведутся. Расскажите нам, большие объемы предстоит выполнить в этом году? Я так понимаю, что часть уже в общем и сделана? Да, у нас начатые работы, во-первых, не только по муниципальным контрактам, которые предусматривают ремонт автомобильных дорог. Мы начали работы в первую очередь по введению нормативного состояния уличной дорожной сети в части содержания автомобильных дорог, то есть устранения колености. Мы уже на сегодняшний день закрыли порядка 6 тысяч квадратных метров. Это в рамках подготовки к праздничным мероприятиям. То есть основную туристическую часть, начиная от улицы Доронина и заканчивая Никольским взвозом, мы эти работы выполнили. Соответственно, дальше эти работы будут выполняться уже в плановом режиме и за весь летний период в рамках содержания мы постараемся все те ненормативные требования устранить. Ямы, колдобины, колени. Колдобины, да. Да, но у нас есть ограничения по муниципальным контрактам, соответственно, есть определенные объемы. Те ненормативные ямы мы в первую очередь выполним. Ну и по мере износа проезжей части в микрорайонах города и в научной дорожной сети будем устранять. Много ли работы еще предстоит выполнить? Что запланировано вот на этот строительный сезон? Работы предстоит выполнить еще очень много, вне зависимости от того, что у нас был предыдущий год в плане бюджетных средств очень такой ограниченный. Но мы постарались все средства, которые были не освоены в прошлом году, их защитить в этом году. И они предусмотрены уже муниципальными контрактами. Ну и, соответственно, нам были выделены на этот год дополнительные средства в местный бюджет. Это 70, ну, планово, вернее, 71 миллион. То есть в среднем у нас общая сумма по ремонту дорог составляет порядка 150 миллионов. Это переходящие средства по переходящим контрактам, порядка 30 миллионов. И порядка 120 миллионов – это новые контракты, которые необходимо будет выполнить работы до 15 октября. То есть у нас есть работы, которые продолжаются, правильно? Да, у нас есть работы, которые продолжаются. Это работы по Уватскому тракту, укрепление обочин, приведение порядок водоотводных канав. Это дорога на микрорайон Менделеева. Мы в прошлом году там отремонтировали мост. Соответственно, в этом году мы продолжаем работу также по укреплению обочин, чтобы, ну, так мы наводим эстетический вид. И, соответственно, были проведены уже мероприятия по покрытию тротуаров. Тротуар на сегодняшний день закончен. Там, в принципе, осталось до конца мая, там работы будут завершены. Продолжаются работы в седьмом и седьмом А микрорайоне. Это тоже контракт предыдущего года. Это внутри микрорайона? Внутри микрорайона, в седьмом микрорайоне. Мы в основном в прошлом году сделали большие работы по седьмому микрорайону. Осталось там не совсем много. Встретились уже с общественностью, прошлись, посмотрели, что необходимо еще сделать. То есть предусматриваем эти работы. И седьмой А микрорайон там также заходим во дворы в части улицы. Ну, в проезжей части. То, что не отмежено к квартирным домам. Ну, и дополнительно строим там тротуары. То есть эти работы тоже уже ведутся и в полном порядке. Продолжаются работы по прошлого года. Это приведение пешеходных тротуаров и переходов к требованиям нацсандартов. Если уже заметили люди, мы на сегодняшний день выполнили работы по улице Юбилейной. Сейчас там завершаются по ремонту тротуара и по переносу пешеходного перехода. Да, этот пешеходный переход, он не соответствовал нормативным требованиям нацсандартов. И в целях безопасности дорожного движения мы его переносим на светофорный объект. Соответственно, все тротуары, все подходы на сегодняшний день... Ориентированы на... Ориентированы на... То есть там не будет больше нерегулируемого пешеходника. Да, нерегулируемый пешеходный переход, он будет ликвидирован. И, соответственно... Будем переходить по светофору. По светофору, да. В целях безопасности дорожного движения. Контракт, который заключен в этом году в части ремонта дорог, Мы ремонтируем перекресток улицы Полонского, улицы Ремезова, где у нас вторая полоса, она очень короткая. И, соответственно, примыкание дороги к микрорайону центральной, там у нас не совсем правильно все сделано. Мы этот перекресток ремонтируем, то есть будет там наведен порядок и организовано правильно дорожное движение. У нас попал участок, под ремонт участок по улице Юблейный, от проспекта Менделеева до улицы Мельникова. И в рамках этого ремонта будут проведены работы по ремонту ливневой канализации и, соответственно, ремонта правой полосы на проспект Менделеева в сторону Сибура. То есть эти работы запланированы и не будут выполнены. В прошлом году вот началась такая интенсивная работа, мне кажется, по строительству тротуаров в городе. То есть появлялись они там, где их отродясь не бывало. И сейчас снова активно ведутся эти работы. В прошлом году у нас был отдельный муниципальный контракт на устройство тротуаров и ремонт тротуаров в микрорайонах города. Мы в бюджете защитили, смогли защитить средства на эти цели. На сегодняшний день мы разработали проектную документацию по четырем микрорайонам. Это седьмой микрорайон, седьмой микрорайон, девятый микрорайон и десятый микрорайон в части строительства тротуаров с уличным освещением. Вся данная проектная документация прошла экспертизу достоверности. И на сегодняшний день мы готовим документы для предоставления субсидий из областного бюджета. То есть это будет планировано уже 2022 год на сегодняшний день. По тротуарам, да, мы в рамках ремонта автомобильных дорог в этом году ремонтируем тротуары, прилегающие к проездам. То есть это, ну, в первую очередь мы как бы с жителями в прошлом году встречались и обещали жителям, это район улицы Кандинской, 4-я, 5-я, 3-я, северная. Там уже ведутся работы. Здесь делать, да, тротуары, потому что там у нас большой трафик и детей в школу, и в садики, и в детские сады. Соответственно, мы уже работаем в этом направлении начаты. У нас по Кандинской сейчас ведутся работы. Будут по 4-й северной сделаны, работают по тротуарам, по 5-й северной. То есть вот этот район, он будет, как бы, постараемся его привести в нормативное состояние, в чечеря себе безопасность дорожного движения. Вот если уж мы заговорили, кстати, про жителей и тротуары, и про их надежды там и чаяния, немало вопросов поступают по улице Алябьева, да, подгорной. Улица большая, протяженная, там тоже живут люди вдоль улицы, тротуаров у них нет, да и само там дорожное полотно, в общем, уже требует ремонта. Я знаю, что были попытки, да, как-то вот здесь отремонтировать. В чем проблема, почему не получается? Да, она у нас в ненормативном состоянии, требует реконструкции, так скажем. Она является не только, как бы, основной дорогой нижнего посадка, но она еще является гостевой дорогой в части, если мы заезжаем через Терковск. Особенно сейчас, когда мы сделали вешеходную нарезу мира, да? Да, да, да. Дело в том, что в рамках ремонта привести в нормативное состояние в улице Алябьево-Ниваномо, проезжую часть. И еще в связи с тем, что там отсутствуют тротуары, отсутствуют водоотведения. Это другой вид работы совершенно, да, уже более глобальный. Это совсем другой вид работы, и эта работа, он только подпадает под реконструкцию. Мы, соответственно, провели в прошлом году мероприятие по осмечиванию на разработку проектной документации. И в этом году включаем в бюджеты 2022 года, постараемся защитить данное мероприятие по разработке проектной документации. Только после разработки проектной документации мы сможем там что-то провести, реконструкцию и получить хорошую улицу. Спасибо вам за разговоры. Я напоминаю, что у нас в гостях был Юрий Вавакин, заместитель главы города Тобольска. А что еще интересного происходит на сибирской земле, Тобольская панорама покажет через неделю. Всего доброго. Берегите себя.